В Россию в последний раз в качестве президента Финляндии прибыла Тарья Халанин. Она уже 12 лет руководит страной и в эти минуты подводит итоги двустороннего сотрудничества за истекший период в компании премьера Путин и его резиденции в Гарёве. В этом предшествовала встреча с президентом Медведевым, который поприветствовал Тарью Халанин по-свойски. «Очень рад тебя видеть в Москве», — сказал Дмитрий Медведев. Его финская коллега поведала, что в прошлом году количество граждан, пресекших российско-финскую границу с обеих сторон, превысило численность населения Финляндии — более 10 миллионов человек. И среди проблем, которые предстоит решать в будущем, Тарья Халанин назвала «приграничные автомобильные пробки». Кроме того, в Кремле отмечают, что вероятнее всего, по итогам прошлого года Россия сохранит за собой первое место среди торговых партнеров Финляндии с товарооборотом свыше 16 миллиардов долларов. И неожиданную роль в этом товарообороте стало играть финское сливочное масло. Удивительным образом в Финляндии образовался в последние недели дефицит собственного финского сливочного масла, которое, например, у меня спокойно лежит в холодильнике, а вот у финнов проблемы. И теперь финны закупают и везут его домой, свое финское масло из России. Объяснение этому явлению искал наш коллега Егор Погорелов. Егор? Да, коллеги, добрый вечер. История поистине удивительная. Развитие событий начинается в первых числах декабря, когда жители Скандинавии начали готовиться к самому главному празднику в году – Рождеству. Традиционно в скандинавских странах блюда на рождественский стол должны готовиться собственноручно в домашних условиях. Однако уже в середине декабря сперва норвежцы, а за ними и финны забили тревогу. Любимое, родное масло Валио исчезло с прилавков. Местных СМИ сразу начали разбираться, а телеканал CNN сравнил происходящее с тяжелыми советскими временами. Чтобы купить обычное сливочное масло, люди занимали очереди с утра, а дельцы сбывали товар по спекулятивным ценам. Опять же, сначала в Норвегии, а потом и в Финляндии запустились сайты блэк-маркетов масла. Один из норвежцев написал на фейсбуке, я процитирую, «Похоже, сегодня побит рекорд. Килограмм масла продали почти за 500 евро». Конец цитаты. И все-таки сейчас можно говорить о нескольких версиях продажи масла с прилавков супермаркетов в Северной Европе. Первое, и самое на первый взгляд правдоподобное, гласит, что сложности у компании Валио возникли еще в сентябре, когда стало понятно, что промежуточные результаты производства молока оставляют желать лучшего. Более чем в два раза сократилось производство молока. А виной тому ряд обстоятельств, связанных с процессом питания животных. Оказалось, что все лето на ферме поставляли некачественный корм. Ведь финские и норвежские коровы, которые производят молоко в высшие пробы, это коровы непростые. Они особенно ухоженные, и их пища должна быть качественной на все 100%. В этот раз почти весь поставленный на финский фермы кор был очень сырым, что и отразилось на итоговом надое молока. С этим событием как-то совсем не кстати совпало зарождение в той же Финляндии настоящей моды на готовку в домашних условиях. А скорее даже возрождение этой привычки. Финны перестали ходить в рестораны, предпочитая хорошему сервису, домашний уют и более натуральный вкус. А тут еще и Рождество. Как всем известно, финское масло производится не только в Финляндии, но и в других европейских странах. И в самые предпраздничные дни сами финны просили приезжающих туристов и знакомых из других стран ввести с собой на родину по несколько килограммов масла. Ситуацию дождю пояснил шеф московского бюро газеты Хельсингса Намат Юси Немеляйнин. Недавно вернувшийся, кстати, в столицу с рождественских каникул из Хельсинки, его финские друзья также попросили привезти масляных подарков из московских супермаркетов. Иногда люди купили больше масла, чем обычно. Обычно, конечно, финландия, это хорошо, если не факт, сколько масла потребляют финни. Но это было настоящий сюрприз для фирмы, которая производит масло в Финляндии. Я думаю, это важно знать, что Финляндия производит больше масла, чем потребляет. И большинство идет на экспорт, например, в Россию. В декабре было легче найти финское масло в Москве, чем в Хельсинге. Но ситуация в Норвегии, я думаю, была хуже, чем в Финляндии. В Финляндии не был такой black market. Есть и еще одно весомое обстоятельство, которое, если не опустошило, то точно ускорило опустошение финских прилавков. Ну, речь идет об ультрамодной в Европе масляной диете, якобы поистине чудодейственной и очень популярной последние месяцы в Финляндии. Основа диеты в том, чтобы при каждом приеме пищи поедать ломтик хлеба с маслом валио. Какое при этом использовать хлеб, совершенно неважно. Говорят, что поглощая ежедневно около 800 калорий, в итоге за месяц, возможно, без особого труда скинуть более 10 килограммов. Главное, наверное, так же сильно, как и скандинавы, любить масло. Итак, у меня есть bread and butter diet. Вот этот список, его легко можно найти в интернете. Из поисков в сети довольно сложно понять, кто автор этой диеты, но больше всего ссылок указывают, что эта масляная диета, она же известна как берлинская, была популярна в Германии еще в начале 20 века. Сегодня у нас вторник, давайте посмотрим, что у меня на ужин. Да, пришло время поужинать. Итак, согласно графику, сегодня у меня на ужин стакан свежего морса или апельсинового фреша, как кому угодно. Спелое яблоко. Ну и, конечно, основное блюдо моей трапезы, блюдо моей мечты, так сказать, это ломтик хлеба и ложка настоящего финского масла. Тут, как кому нравится, можно на хлеб намазать, а можно съесть отдельно. Главное, не показывайте это видео знакомым финнам или норвежцам. Коллеги. Спасибо, Егор. Егор Погорелов рассказал о том, как в Финляндии кончилось масло. Меня, конечно, тоже перепахала эта история. Масло бог с ним, ладно, забирайте, но вот сыр мягкий, сливочный, который так любимый мною с детства, я не отдам. Дудки. Спасибо. 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 Спасибо.